Уже месяц предприятия жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Зима этого года устроила настоящее испытание коммунальщикам. Несмотря на аномальные морозы, серьёзных аварий на объектах допущено не было. В сложившейся ситуации особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы. Этот вопрос стоит на особым контроле у Александра Садчикова. Сегодня делается всё возможное, чтобы вода, газ, свет и тепло бесперебойно подавались в детсады, школы, учреждения медицины. Я думаю, что в любом случае всё тепловое хозяйство, оно за этот период сработало достаточно эффективно, потому что в нашей психологии всегда так, когда идут экстремальные какие-то условия, мы концентрируемся, мы подтягиваемся. На совещании о работе коммунальных служб в связи с аномальными погодными условиями в Лобинском районе доложил заместитель главы Сергей Перевалов. Мониторинг и анализ ситуации ежедневной совместными с нами на всех уровнях ответственности показывает, что всё-таки подготовку к зиме, хоть мы с вами и провели довольно качественно и активно, но, наверное, не в полном объёме и в меньшей степени. Вероятнее всего, тот комплекс мер и мероприятий, которые мы ежегодно готовим, он пригоден и хорош для работы в привычных длинных условиях, это при наружных температурах не ниже 15 градусов. То, что сегодня показала ситуация, выявило наиболее слабые места. Я думаю и уверен, и будем это требовать нашей комиссии по подготовке к зиме к предстоящему топительному сезону несколько другого подхода и других качественно исполнения других мероприятий для того, чтобы не допустить каких-то аварийных ситуаций, но, может быть, они неизбежны, но срочного их и быстрого, эффективного ликвидации и обеспечения тепла. Тепло в учреждения подаётся качественно и в полном объёме. Но из-за продолжительных низких температур его сложно сохранять в помещениях. Тепло уходит через окна, двери и другие неутеплённые конструкции. Ситуацию проанализировали специалисты и в следующем отопительном сезоне подобного произойти не должно, заверил Сергей Перевалов. Кроме этого, зафиксированы обращения жителей города. У некоторых перемёрзла сеть водоснабжения. Центральная магистраль работает, вода замерзает в отводящих трубах. Сегодня все те перемерзания на водах, ведь ни один магистральный и подводящий луч воды у нас не замёрз. Ни в поселениях, ни в городе. Проблемы только были на водах. Это говорит о полной бесхозяйственности и полном наплевательском отношении сегодня. И граждан, где это случилось. Александр Сачаков порекомендовал главу поселения не упускать из виду пожилых и одиноких людей, при необходимости оказывать им помощь. Прогноз неутешителен. Сейчас наступила небольшая утепель, но совсем скоро вновь будут морозы. Здесь же на планёрном совещании заместитель главы района Евгений Сверликов проинформировал присутствующих о ситуации с африканской чумой свиней. Вторая угрожаемая зона с территории Кубани ещё не снята. И сегодня в крае выполняют все меры по недопущению распространения вируса. И если большие животноводческие предприятия под постоянным контролем, то сейчас необходима работа с личными пособными хозяйствами. Вы, вот как глава поселения, ваш специалист, вы должны знать каждый персональный, каждый двор, где содержится поголовье. Вам нужно чётко определиться с колью. Второе. Вы в обязательном порядке должны пронумеровать это поголовье. В обязательном порядке. И осуществлять как угодно, ежедневно, еженедельно, и мониторинг за движением это поголовье. Я не думаю, что спадёт напряжение по контролю за содержанием поголовья, по мониторингу за движением. Вот это раз на Кубани произошло, больше никогда не спадёт. Поэтому, если кто-то думает, что требования к санитарным нормам только какой-то определённый период времени, это не совсем так. От нас потребуется...